Скумбрия, запеченная с овощами, по этому рецепту получается сочная, нежная и очень вкусная. Будем сегодня запекать эту вкуснейшую рыбку в духовке с овощами. Что мы знаем про скумбрию? Скумбрия плавает в Атлантическом океане. Лясо у нее жирное. Для приготовления нам понадобится скумбрия. Скумбрия должна быть без повреждений, спинка у нее должна быть с темно-синими и светло-синими, такими серо-синими полосками. Нам понадобится из овощей картофель, лук, морковка, шампиньоны, половина лимона и специи. Специи я сегодня буду смешивать и для приготовления скумбрии нам необходимо смесь черных молотых перцев. Здесь и черный перец, и каенский перец, и разные другие перцы. Также молотый имбирь, молотый кориандр, соль. Скумбрия у нас была свежемороженная. Мы ее разморозили и сейчас помоем и почистим. Первым делом отрезаем у рыбы плавники. Отрезаем хвост. Рыбку мы почистили. Все внутренности мы вынули. Сняли черную пленочку. Почистили от жабр. И хорошенько промыли. Рыбку отставляем в сторонку. И займемся приготовлением специй. Значит, берем пол чайной ложечки соли. Дальше берем пол чайной ложечки кориандра. Пол чайной ложки молотого имбиря. Пол чайной ложки молотых перцев. Специи мы перемешали. Теперь возьмем немножко лимончика. Отрежем. И хорошенько сбрызнем рыбку лимонным соком. Как сверху, так и внутри. После того, как мы рыбку хорошенько сбрызнули лимонным соком, натираем ее специями. Специи берем и вот натираем ей спинку, брюшко. И самое главное, втираем их внутрь. Делаем рыбке массаж. Хорошенько натираем ее специями. После ставим скумбрию в холодильник на 30 минут, чтобы она промариновалась. А пока она будет мариноваться, мы займемся подготовкой овощей. Пошли ставить. Рыбку мы отправили в холодильник, а сейчас займемся овощами. Берем морковку и натираем ее на терочку для корейской морковки. Вот такая вот терочка, очень классная штука. Морковка получается тонкими полосками и выглядит очень аппетитно и смотрится очень эффектно. После морковки идет лук. Лук вообще самый лучший друг рыбки. Они будут прекрасно друг друга дополнять. Берем луковицу и нарезаем ее полукольцами. Но сначала почистим. Нарезав лук полукольцами, мы его идем обжаривать на сковороде вместе с морковкой до полуготовности. Морковку с лучком мы слегка обжарили, а теперь займемся приготовлением гарнира. Для этого нам понадобится, я взял две картошечки, мы ее сейчас нарежем тоненькими полукольцами и шампиньончики. Шампиньончики мы освоили. Теперь берем посудину, высыпаем сюда грибочки, высыпаем сюда картошечку. Слегка это дело посолим. И немножко молотого перца. И добавляем немножечко растительного масла. Буквально самую малость. И это все дело перемешиваем. Я беру, просто делаю рукой. Можно ложкой, но рукой оно надежнее и интереснее. Все подготовительные работы выполнены. И теперь приближаемся к финальной части приготовления пумблины. Значит берем надежку, устилаем в польгу. Выкладываем слой картошечки с грибочками. Жалко камера не передает запахи. Вы бы только слышали, как пахнет эта скумбрия. Просто слюнки уже капают на этой стадии приготовления. Рыбка настолько классно пропиталась специями, настолько она ароматная, что просто хочется взять ее и скушать. Итак, берем картошечку с грибочками и аккуратненько выкладываем. Делаем такую подложку, на которую потом положим нашу скумбрию. Теперь берем рыбку, ложим ее сверху на нашу картошечку. Берем лучок с морковкой и начинаем фаршировать рыбку. Также мы в рыбку положим внутрь нарезанный полукольцами лимончик. Буквально пару долер. Они, во-первых, придадут дополнительный вкус, а во-вторых, эстетику и красоту. Выкладываем остатки картофеля с грибочками. Скумбрия с овощами подготовлена для запекания в духовке. И мы аккуратно заворачиваем в фольгу. Все это дело защипываем. И ставим в разогретую духовку до 180 градусов минут на 45 для запекания. Смотрим, что получилось. Класс! Скумбрия, приготовленная по этому рецепту, получается сочная, нежная и очень вкусная. Запеченный скумбрией с овощами можно не только себя побаловать, но и смело подавать на праздничный стол. Рыбка выглядит очень аппетитно. Мясо скумбрией очень получилось нежное и сочное. В меру жирное и ароматное. Попробуем теперь картошку с грибочками. Это очень вкусно. Советую вам попробовать приготовить хотя бы один раз. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями. А я для вас буду снимать еще больше вкусных и аппетитных видео.